Итак, поначалу мы видели понятную историю. Пригожин, который пошел мятежом на Москву, это человек, который был записан в предателе. Причем пропагандистам пришлось переобуваться несколько раз. Сначала им пришлось рассказывать, что Пригожин, а потом им пришлось снова переобуваться, потому что они наговорили за время мятежа огромное количество слов о том, как он будет наказан, как все это будет жестоко подавлено и как у него нет никаких шансов для того, чтобы выйти сухим из воды. Потом им пришлось переобуваться снова, потому что Владимир Путин вышел и пощадил Евгения Пригожина. Не от большой своей какой-то склонности к гуманизму, а от того, что Пригожин действительно схватил Владимира Путина за причинные места и, поняв уязвимость российской армии, двинулся маршем на Москву. Ну, об этом все говорили всю прошлую неделю, давайте не будем на этом заострять. Внимание. Но потом пришла пора дезавуировать миф о группе Вагнер, потому что в России осталось большое количество людей, которым месяцами рассказывали какая-то классная структура и которые действительно стали почти фанатами. Раскупали патчи группы Вагнер и всячески вывешивали их флаги. И теперь с этой конструкцией надо работать. Теперь эту конструкцию надо каким-то образом демонтировать. Не будем сегодня подробно останавливаться на дальнейшей судьбе боевой части группы Вагнер. Она, безусловно, уже не будет такой, как была сейчас. Ну, то есть никаких 25 тысяч человек мы не увидим, никакой тяжелой техники мы не увидим, никаких градов, никаких танков. Однако, что будет с ними в дальнейшем, сейчас многие гадают. Кто-то, ну, из тех, кто все еще надеется на то, что там часть договорника или еще чего-нибудь, рассчитывает, что группа Вагнер осядет в Белоруссию, усилит белорусскую армию и даже, может быть, пойдет на Киев. На мой взгляд, это абсолютно беспочвенное подозрение, потому что группа Вагнер довольно маленькое соединение. Они могут идти быстро и эффективно, когда их никто не ждет. Когда никто не ждет, что они там пойдут на Москву, например. Когда они сталкиваются с реальной боевой силой, то их эффективность входит на нет. И мы видели, как в Бахмуте больше 8 месяцев они пытались занять руины, обстрелянные имиджи, и удавалось им это очень и очень плохо. По подсчетам западных аналитиков, группа Вагнер потеряла людей буквально за полметра каждой части Бахмута. Ну, то есть гигантские потери. Но к этому мы еще вернемся. В общем, сложно предположить, что группа Вагнер будет продолжать существовать как боевое подразделение. Самый вероятный сценарий, на который договорился Пригожин, на мой взгляд, это то, что группа Вагнер будет продолжать функционировать в некоторых западных странах своим небольшим костяком. Ну, то есть это тысяча-две тысячи человек максимум. А, собственно, все остальные вступят в российскую армию или поедут домой, или еще чего-нибудь на это похоже. Собственно, Владимир Путин ровно об этом и объявил, говорит, все подписывайте контракты с Министерством обороны. Поэтому существование группировки Вагнер на самом деле окончено, и можно ставить жирный крест на них. Если, конечно, Пригожин не подумает еще как-нибудь пойти на Москву каким-нибудь хитрым способом, но уже, скорее всего, в составе какого-нибудь другого подразделения. В общем, когда случился мятеж, и Пригожин начали рассказывать, какой он плохой, это воспринималось еще более-менее адекватно. Ну, потому что, действительно, человек предал, пошел на Москву, президент сказал, что это предатель. Но возмущение началось тогда, когда начали демонтировать все связанное с Пригожином. И тех, кто формально, по словам Путина, оставался героями. Саму группу Вагнер начали описывать как не очень умелых и не очень эффективных наемников. А все медиахолдинги и все прочее, связанное с империей Пригожина, начали в ручном режиме демонтировать. Как и одну из самых больших пропагандистских структур, это группа Патриот, национальная медиагруппа Патриот. Это огромное количество всяких мусорных помоек, типа Риафан, Прупостерс и прочего, которые росли как грибы после дождя. Собственно, их опосредованно финансировало государство. Они занимались тем, что в интернете осуществляли там тролльнабеги, атаки, публиковали разную заказуху и прочее, прочее. Их действительно очень много. Это огромное количество людей, огромное количество изданий, которые теперь приказало долго жить. Бизнес-проекты также свернуты. Все это происходит фактически за неделю, и все это продолжается прямо сейчас. Из забавных историй это, конечно, губернатор Ростовской области, который был нем как рыба, а теперь рассказывает, что те люди, которые провожали группу Вагнер, встречали группу Вагнера, аплодировали им, поддерживали их. Это все были переодеты и вагнеровцы на самом деле. Судя по всему, даже женщины и дети, маленькие вагнеровцы, которые переоделись и встречали группу Вагнер. Но это все относится к реакции на мятеж. Но глобальные систематические последствия появились уже позже. Помните вывезку ЧВК Вагнер-центр в Петербурге? Собственно, Евгений Пригожин давным-давно начал войну с Бегловым, начал покупать всякие здания в Санкт-Петербурге и сделал там даже свой центр, где и располагалась и медиагруппа Патриот, по крайней мере частично, и оперативные офисы группы Вагнер. И вот там была вот эта вывеска, и на которую многие смотрели с недоумением, как может быть такая вывеска в Петербурге, как может быть вывеска противозаконной, ну то есть буквально незаконного вооруженного формирования Вагнер в Петербурге, и почему всем с этим нормально. Так вот, эту вывеску демонтировали, теперь ее нет. Там в ЧВК Вагнер-центре, как вы помните, после мятежа прошли обыски, была изъята почти вся техника, а также были найдены автомобильные транспортные средства, чего это я, автомобильные транспортные средства, что я, пресс-релиз какой-то? Нет, машины были найдены с деньгами. Одна Газель и один, как минимум один микроавтобус, Пригожин, правда, говорил, что там есть еще один. Они были под завязку набиты наличными. В общем, покошмарили этот Вагнер-центр, и теперь этот Вагнер-центр закрыт. Ну, как минимум теперь нет вывески, и судя по тому, что мы узнаем с вами из ролика дальше, теперь структура Евгения Пригожина не функционирует в России. Отрекся от своего старого друга и Владимир Соловьев, один из самых известных российских пропагандистов. Интересно, что Владимир Соловьев это человек, который получил от ЧВК Вагнер, наверное, самое большое количество денег из всех пропагандистов, потому что именно на Соловьевском канале устами его ведущих постоянно пелись хвалебные ода Евгению Пригожину, а также была реклама набора в группу Вагнер. Он обнимался с Пригожиным, говорил, какой-то великий герой, говорил, как он вообще совершенно потрясающий, какую замечательную организацию он создал. Но все поменялось. Теперь Владимир Соловьев говорит о Евгении Пригожине совершенно другое. Ну а когда Пригожин вдруг заявляет, что Донецк не бомбили, и войну можно было не начинать, это как? Или фраза? Деноцификации, значит, не надо, потому что теперь... Какая же деноцификация? Теперь о нации узнали. Деноцификация это не значит уничтожение нации. Это значит уничтожение нации. Вот, например, Соловьев, вы кому пытаетесь лгать? Если слушателям, то глупо, повели себя, то смешно, что заявление Пригожина уже не действительно. Он отказался от своих слов? Нет, не отказался. Следствие началось? Нет. Пригожин назвал бортовые номера вертолетов, следующих обстрелов в лагере. Мало вам? Где следствие, где Бострыкин? Мне это мало. Пригожин также заявил, что взяты те населенные пункты, а я в них приехал, они никем не взяты, там наши были. Пригожин сказал, что Донецк обстреливали. Вы путайте Пригожина с Папой Римским, это его слово истинно в конечной инстанции. Они внешне похожи. Он нанес колоссальный удар по репутации нашей страны. Колоссальный. Что значит? Я сказал, моя колонна идет. Ты вооруженных людей направил на столицу нашей Родины. Чей приказ они выполняли? Верховного главнокомандующего? Нет. Так в стране быть не может. Повести ребят, героев, воевать против своего народа и называть это маршем справедливости? Разве так ищут справедливость? Он выбрал другой путь. По-другому стали рассказывать о группе Вагнер и на федеральных каналах. Если раньше там говорилось про то, какие это бойцы, как они потрясающе сражаются, то сейчас это ставится под сомнение. Вот такой сюжет вышел на Первом канале. Еще информация к размышлению по поводу созданного мифа о максимальной эффективности частной военной компании Вагнер. Мариуполь. Один из важнейших центров украинской металлургии и крупный морской порт, расположенный на берегу Азова. Общая площадь агломерации 244 квадратных километра. 425,5 тысяч жителей. Город, входивший в десятку крупнейших на Украине, из которого 8 лет целенаправленно делали мощный укрепрайон с считавшейся неприступной Азовсталью и крайне мотивированным батальоном Азов. Националистическая организация запрещена в Российской Федерации. Войска Минобороны, чеченские подразделения Росгвардии, батальоны Спарта и Сомали освободили Мариуполь за 71 день. Все помнят эти кадры. Вереницу из тысяч, сдавшихся в клен. Всех убить, кого всех убивать собрал. И не самый важный с точки зрения всего фронта Артемовск. Город площадью 41,5 квадратный километр и населением 72 тысячи человек ЧВК Вагнер брали 224 дня. Росход 15, огонь. Зачем мы привели все эти данные? Безусловно, мы никоим образом не умаляем подвиг бойцов ЧВК Вагнер, которые честно и самоотверженно сражались, освобождая Артемовск. Мы лишь за то, чтобы картина происходящего всегда была объективной и непредвзятой. У многих сложилось впечатление, что Вагнер самое эффективное на фронте, что есть у России. Не умаляя ничьих заслуг, все же стоит помнить, что почти полумиллионный город Мариуполь со всеми подземными заводскими уровнями, что защищали высоко мотивированные, хорошо обученные вооруженные боевики Азова, был взят подразделениями Минобороны за 70 с небольшим дней. А Артемовск с первоначальным населением в 10 раз меньше Вагнер штурмовал 225 дней. Есть разница? И знаете, что самое интересное? Они правы, но не с точки зрения того, что они рассказывают. Надо сказать, что даже мочат Пригожно, они очень плохо. Если бы они посмотрели сводку с Русланом Левиевым, хотя бы одну, которая была посвящена группе Вагнер или мою видео о группе Вагнер, то они бы смогли лучше мочить группу Вагнер. Потому что в реальности группа Вагнер не является эффективным соединением. Все успехи группы Вагнер строятся не на том, что они потрясающе воюют или поразительные тактики, или смелые, ловкие, умелые и джунгли их зовут. Нет. На самом деле, все успехи группы Вагнера строились на двух факторах. Они воюют абсолютно так же, как и российская армия. Поэтому вот эти факторы. Первый. Пушечное мясо. То есть самоубийственные штурмы, по которым Вагнер рекордсмен. Если обычная российская армия посылала мобилизованных с маленьким количеством боеприпасов и без прикрытия артиллерии, но у мобилизованных оставался хоть какой-то шанс выжить, то у группы Вагнер все было устроено совершенно по-другому. Они буквально использовали зэков, завербованных зэков, как приманку. То есть они, в чем была тактика? Они брали группу из пяти зэков, посылали их вперед, просто вперед в поле. Говорили, идите вот туда, без всего. Под ним начинали вести огонь, уничтожали подчистую и таким образом выявлялись позиции противника. И вот этих пятерок посылали минимум три волны, а затем уже шли бойцы группы Вагнера. Ну, то есть это не просто пушечное мясо. Это я даже не знаю, с чем это сравнить. То есть это история, в которой человек, которого ты посылаешь, он сто процентов умрет, что у него нет шанса на выживание. Более того, группа Вагнера особо не церемонилась с ними. Добивали выживших или оставляли их прямо на поле боя, если уж человеку повезло в кавычках лежать, например, без ног некоторое количество времени. В общем, первая история, связанная с группой Вагнера, что у них была бесплатная живая сила из колоний, которую им можно было использовать как угодно. Причем, эти люди не могли записывать обращения, как сейчас записывают обращения люди из Шторм-Зет. Ну, это теперь зэки, которых вербует Министерство Обороны. Вместо этого у них не было ни телефонов, ничего, вместо этого им угрожали пристрелить. Ну, причем, судя по всему, кого-то действительно обнуляли, по крайней мере, об этом довольно много говорят, когда речь заходит о группе Вагнера. Поэтому, первое, это пушечное мясо. Второе, не поверите, снаряды. Весь вой Евгения Пригожина про снаряды был, мягко скажем, преувеличением. О чем я говорю не сейчас, я говорил с самого начала. Если вы отмотаете любой мой ролик, значит, про группу Вагнер, про Пригожина, вот с этими заставочками веселыми из Санте-Барбары, вы увидите, что я рассказываю там, что на самом деле группе Вагнера изначально давалось гораздо больше боеприпасов, чем всем остальным подразделениям. Откуда мы это знаем? И насколько это надежная информация? Мы знаем это, в отношении своих частей. Рассказывал, что вообще-то у его солдата и у других солдат на фронте они с завистью смотрят на группу Вагнера, которым дают огромное количество боеприпасов. Мы знаем это из документов передачи снарядов, которые публиковала ВЧК УГПУ, такой телеграм-канал, который иногда пишет по источникам, но вот особенно в последнее время показал, почему это ненадежный способ. Очень многое из того, что они не подтвердили, но там они публиковали непосредственно документы, которые были многими опознаны как подлинные. В общем, группе Вагнер давалось гораздо больше снарядов, чем всем остальным, что позволяло им вести беспрерывный артиллерийский огонь по позициям ВСУ. И даже когда Пригожин орал, что снарядов совсем нет, он орал, что нет от той нормы, которая им выдавалась раньше, а не от той нормы, которая рассчитана на российскую армию. То есть на самом деле, когда Пригожину перестали давать снаряды, это была история про то, что им стали давать снаряды как всем, но все равно обходными путями через Мизинцево, который был заместителем министра обороны и прочих, он эти снаряды находил дополнительные. Поэтому группа Вагнер не является невероятно эффективной, у них просто было больше ресурсов. Ну и такой два с половиной это то, что основные завоевания группы Вагнер происходили при поддержке российской армии, например, Солидар. Ну то есть про Солидар Пригожин очень любит винить Министерство обороны, что они пытаются присвоить его славу. На самом деле все ровно наоборот, потому что российские десантники активно помогали с оккупацией Солидара. Грубо говоря, по первому каналу начали говорить правду. И, наверное, вот если все-таки вы случайно забредший на мой ролик какой-нибудь зет-патриот, послушайте меня внимательно. Все, что я говорил в своих роликах, все, как я оценивал Владимира Путина, как я оценивал эту войну, военные преступления России и прочее, будет сказано по первому каналу. Не сейчас, позже, но будет. Поэтому сами думайте, кому доверять или кого смотреть и слушать. Тех, кто как первый канал вчера хвалил Вагнер, а сегодня уже говорит, что это неэффективное подразделение, или тех, кто изначально вам рассказывал, как все есть и не меняет своего отношения из-за того, что в Кремле прислали другую методичку.